Не дают работать коммунальщикам и отрицательно влияют на дорожную безопасность. Речь об автомобилистах, оставляющих своих железных коней на проезжей части. Таких несанкционированных парковок в Улужском немало, и автоинспекторы вынуждены прибегать к крайним мерам. Например, эвакуировать авто на оплатные штрафстоянки, что грозит владельцу административными разбирательствами. Светлана Олегбарова продолжит тему. Последний снегопад проверил на оперативность в Улужские дорожные службы, и они справились с задачей. Главные городские магистрали были освобождены от снега за пару-тройку дней. Но на некоторых участках дорог так не удалось до конца расчистить снежные заносы, сожалеют коммунальщики. Например, на площади труда, где уже давно организована несанкционированная парковка. Здесь, прямо на проезжей части, большое количество транспорта и днем, и ночью. И это сильно затрудняет работу городских дорожных бригад. Осложняет здорово, да, эту работу, потому что мы полностью не можем убрать город в связи с такими затруднительными парковками машин. Хотя неоднократно мы и обращались, и принимали какие-то вместе с ГАИ участие. Но это, можно сказать, бесполезно. Да и сами автолюбители не очень-то приветствуют такие несанкционированные парковки. Из-за такого большого скопления машин проезжая часть уменьшилась наполовину, что может привести к самым непредсказуемым последствиям на дороге. Отношусь отрицательно, потому что не видно пешеходов, когда идут. Очень сложно ездить в утреннее время. Затор тут. Маршрутки останавливаются, усаживают пассажиров. И в вечернее время прибыли не видно. Такое скопление машин у кромки дороги можно встретить и на проспекте Ленина, и на улицах Карбышева и Горького, приводят примеры госавтоинспекторы. Чтобы навести порядок, порой они прибегают к радикальным мерам и уже не раз эвакуировали машины на платные штрафстоянки. Административный кодекс на сегодняшний момент позволяет нам эвакуировать транспортные средства, которые стоят с нарушением правил дорожного движения на проезжей части. То есть мы эвакуируем, и потом уже составляется административный материал на этого водителя и выносит административный штраф ему в размере полтора тысячи рублей. Но все же главный аргумент в борьбе с несанкционированными парковками – это не штрафы, а вопрос безопасности. Известно, что зимой из-за неблагоприятных погодных условий происходит больше аварий и очень часто с трагическим финалом. В прошлом году на дорогах Волжского погибли 13 человек и почти 500 получили ранения. Светлана Олегбарова, Людмила Кухарева, Олег Журавский, телекомпания «Ахтуба». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова